Всем доброго времени суток! Вы на канале FIFA Time и сегодня у нас продолжение карьерочки за Полтавскую Ворсклу. Сегодня у нас трансферы. Я, ребятки, послушал, посмотрел, что вы писали, короче, и сделал выводы, что да, есть действительно годные предложения, но об этом чуть-чуть позже. А сейчас, ребятки, хотел бы поблагодарить вас за такую отдачу в виде лукасов, в виде ваших комментариев, в виде просмотров. Ребятки, давайте с вами договоримся. Две соточки лукасов на выпуск, вот, и я сажусь сразу делать новый. Поэтому не жалейте лукас, обязательно подписочка на канал, ребятки, обязательно годный коммент, и сейчас переходим к трансферам. По поводу Тиля. Тиля просто нет в FIFA. Я его искал, я его пытался найти, но, увы, его нет. Вот три парня, которые, в принципе, меня заинтересовали. Соответственно, Жору мы в виде, если нам отдадут для аренды его, мы попробуем взять. Клуб не хочет отдавать. Но купить мы его вряд ли сможем, у нас по бабкам недостаточно. Пробуем Витал взять в аренду. В чем история? В том, что Шабанова, в принципе, Шабанова, можно по дешману вырвать, но 28 лет. Типа, ну вот нужен он нам такой. Ну, по большому счету, нахрен не нужен. Мы его, да, долго не заиграем. А вот Витал, это как вариант. Молодой, перспективный бразилец, который, в принципе, довольно-таки, может неплохо помочь клубу нашему. Поэтому давайте попробуем. Почему нет? Не хотят, да, не торгуются какие-то там тысячи, вот эти вот, это вся история. Короче, да, не получается у нас его прикупить. Возможно, если кого-то нам мы продадим. Итак, ребят, пока месть, у нас еще есть время и возможность кого-то там продать. Мы пока месть будем с этим разбираться. Вот, ну а сейчас первый матч, отыграем против Руха. Вот, я надеюсь на то, что мы, в принципе, сможем как-то усилиться в это трансферное окно. Потому что есть вопросы к составу, есть вопросы к игре, да и вообще есть вопросы. Поэтому я думаю, что сейчас нужно максимально настроиться на Рух, отыграть с Рухом, а дальше уже будем разбираться с трансферами. Я надеюсь, сейчас нормально все будет. Потому что, честно сказать, мы отыграли два первых матча в чемпионате хорошо, а потом обосрались. И вот как бы это обосрались, бы не сыграло злую шутку с нами и не начало дезморалить команду. Ух ты! Возьнул мимо мяча. Да, нельзя такое делать, нельзя. Хорошо, а вот и выход один на один. Ближний давай, давай попробуем ближний, давай. Ну, ты серьезно, два раза и... Давай, 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 спокойно, спокойненько. Судя по тому, какие у нас траблы с бегунками, вот, и как у нас очень тяжело получается выходить из обороны, вот, я вам скажу, что нам не помешал бы скорее не защитник, а скорее даже какой-то вингер. Да, конечно, было бы неплохо, если бы это был цито. Опа, проваливаемся. Спокойно, кипер на месте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спокойно, спокойно, спокойно выбить. Выбить, 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 выбить. Хорошо. Надо бы побыстрее кого-то. Давай-давай-давай. Спокойно, 2-0. 2-0, ошибочка, очередная ошибочка от Руха. Мужики, почему эмоций нет? Ну, потому что я уверен, что мы должны так играть. Мы должны так играть, и мы должны у Руха забирать очки. Давай, под правую и туда. Неплохо. Слушай, ну, я скажу, у Ворсклы есть неплохие задатки для борьбы за первую строчку. Ну, хорошо, за тройку. За тройку лидеров у них огромнейшие задатки. Потому что команда действительно сплоченная. Команда действительно не оставляет даже ни малейших шансов для Руха. Игра очень уверенная. Я же говорю, единственное, не хватает скорости, не хватает какого-то бегунка. Я понимаю, что Цитайшвили бы зашел, мужики. Понимаю, сюда бы зашел аж бегом. Но, вы сами видели. Давай, 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 давай. И туда. Давай. И туда пас просто отдал. Да, в дальней. Так, спокойно. Слушай, я на таком молчании, потому что я даже не ожидаю. Я не ожидаю, что тут какой-то может быть опасный момент. Просто прошел, отдал пас, прошил Степанюк. Хет-триковую. Просто убийца сегодня. Хорошо. Хорошо. Спокойно. Все. 4-0. Молодцы полтавчане. Просто красавцы. Разыгрывают. Даже, знаешь, не стесняясь того, что могут где-то ошибиться, где-то не доиграть или еще что-то. Хабелок забивает. Все. Уверенно побеждаем. 4-0 мы рух. И тем самым трешечку в копилочку забираем. У нас Степанюк по-любому получает игрока матча, потому что трешку отгрузил. Вот приходит Папа Насенко предложение. Его Леон хочет купить. Ну, слушай. Ну, сколько его цена рыночная? Вот. Ну, начнем переговоры. Хорошо. За 1.4 мы его продаем, хотя его предел 1.5. Если уйдет, если уйдет, но если сможем продать, то, в принципе, у нас есть шансы подумать по поводу какого-нибудь вингера. Но давайте посмотрим, что у нас более проблематичнее и медленнее. 71 и тут 76. Ну, то есть, в принципе, Васина можно, да, оставить. А по возрасту? Что Васин, что ребенок? Надо посмотреть по возрасту. Ребенок у нас 35 лет. А Васин 31. Бля, и тот, и тот в возрасте. Ну, да, налево надо кого-то. Потому что, типа, ребенок уже все. Панасенко продам. Вот, вот, вот оно. А 3.7 это уже, ребятки, что-то прям интересное. Поэтому принимаем предложение. Давайте матч против Дисней. И тогда уже закончим покупкой это трансферное окно. Все, матч против Дисней. Поехали. Единственное, я знаю то, что у нас проблем с вратарем точно нет никаких. Молодой, перспективный, талантливый Исенко, который я больше чем уверен, что будет играть у нас Даталова. Я на него рассчитываю, полагаюсь на него. Плюс Якубу. Вообще не вопрос. Парень тоже очень хороший, очень грамотно играет и молодой. Вот. Но есть у нас молодые. Но нужно омолаживать состав нам. Потому что, если мы хотим хотя бы пару сезонов отыграть за полтовчан, нам придется по-любому, так скажем, потеть. Слушай, ну начинают они, конечно, сразу поджимая. Юхимчик. Вратарь на месте. Юхим, сейчас бы дал бы Исенке за воротник. Черниговцы поджимают нас. Ну, ничего. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это ошибка 100% наша. Надо было просто выбить. Вот так вот. 1-0. Хлебас. После 4-0 над Рухом поверили, пацаны, в себя. Во. Во-во-во-во-во. И в дальний. И в дальний. Вратарь. Пас на месте. Ну, слушай, ну неплохо. Давай так вот спокойненько так и будем в этом деле. Отлично. И вот тут решить. Вот так, спокойно. Знаешь, в этом деле главное спокойствие иметь. Полтавчане, они очень уверенно играют. И видишь, раскаты, любые раскаты просто нужно доводить до конца. Васин. Давай в дальний. Все, спокойно. Спокойно, мужики, спокойно. Знаешь, на спокойняке просто выгружаем баночку туда. Фух. Я доволен. Я доволен игрой. Вот это вот уже наша игра, пацаны. Зажимают нас прям в штрафной. Стоять, стоять. Фух. Вы что творите, пацаны? Успокойтесь. Слушай, вот это встречные, вот это встречные пошли. Держи, держи, держи. Нет. Глянь, как развернулся. Вот. Сука. Вот он провал. Что я могу сказать? Пацаны, мы сейчас привезем. Мы сейчас привезем. Исенка. Сука. Вот вам и 3-2. Вот вам и 3-2. Я не понимаю, как это происходит. Просто не понимаю. Фланг. Фланг. Вижу. Фланг. Хорошо. Прошло. Прошло. Сапай. Давай, братик. Давай. В штрафную вошли. Ложный. Убрали. Хорошо. Скидочка. И пробить. И в дальний. Сука. Они блокируют все. И пробить. Фух. Сравниваем. Сравниваем, ребята. Сравниваем счет. Мы вырываем ничейку. У Дисней, слава богу. Фух. Знаешь, в этом случае ничья это победа. Потому что, ну, капец. Слава богу. Тут на ложном убрал и в дальний. Если бы не попал бы. Или вратарь бы потащил. Но я хз, чтобы его. Это была бы Габелла. Васин. Спас. Спас как бы от поражения. Фух. Тяжелый, тяжелый. Безумно тяжелый матч получился. Хотя в начале мы, в принципе, довольно неплохо и играли. Так, Сапай продан. Это хорошо. Сапай продан. Это тоже очень хороший такой момент. У нас 4 там с копейками миллиона. Соответственно, мы сейчас сможем присмотреться к игрокам. Я надеюсь, Цитайшвили все-таки покорится нам в этом трансферном окне. Фух. Ну, это было сложно. Это было сложно. В итоге мы Пердуту меняем на Цитайшвили. Цитайшвили, соответственно, с доплатой в 4 мульта. Плюс при перепродаже еще 5% киевлянам должны будем. Короче, ну, сложно, сложно. Но начинаем прямые переговоры с Жорой. И надеемся на то, что у нас все получится. И хватит у нас денег для того, чтобы его удовлетворить, так скажем, потребности. Да, мы без отступных. И мы принимаем его предложение. Цитайшвили залетает к нам в Dream Team. Фух. Вот это вот уже покупочка, уважаемые. Вот это вот уже покупочка. Я согласен, что вот здесь-то мы уже с вами имеем, так скажем, неплохие плюсы. Соответственно, мы его будем заигрывать слева. И, в принципе, вот такая вот у нас маркировочка получается. Неплохая покупочка. Соответственно, у нас кубок. В кубке у нас пары выглядят вот таким вот образом. Колос против Металлиста, Динамо против Волыни, Рух против Шахтера, Заря против Ингульца, Львов против Днепра, Мариуполь-Десна, Олимпик-Ворскла и Александрия Минай. Ну, типа, нормально. Сейчас матч кубковый против Донецкого Олимпика. И у нас, в принципе, неплохой состав формируется. Исенко, посмотрите, плюс 5 уже имеет. Это, соответственно, уже 66. Я думаю, что к концу сезона он, наверное, будет 75 или 76. Потому что потенциал сумасшедший, 16 лет парню, но то, что он творит в раме, вы сами видите. Ну что, уважаемые, дебют Жоры Цитайшвили в составе у нас. Я думаю, что будет интересно посмотреть на него. Он у нас 19-летний. Позиция ПЗ почему-то. Ну, бред, короче, ладно, это такое. Хорошо. Кулач, кулач, кулач. Скидочка на пустые, хорошо. 1-0. Третья минута. Первый тайм 1-0. 0-1, вернее, мы выигрываем. Но сказать, что прям все, пушечка нет. У нас много проблем в обороне, много в центре проблем. Нас давят очень сильно, дончане. Но, в принципе, шансы есть. Я сейчас попробую, попробовав, переставил Цитайшвили и Васина местами. Не знаю, что получится все-таки из этого. Еще ни разу не атаковали, так скажем. Хера себе тут финты. Ну да, такое, конечно, да. Залетает вообще просто на ура. И офсайда нет, да? Офсайда нет. 2-2. Спокойно. Спокойно, пацаны. Спокойненько. Мы еще в игре. Мы еще в игре. Аж камень просто с души упал такое. Ты че? Ой-ой-ой-ой-ой. Это, получается, уже дополнительное пошло. Давай. Давай-давай-давай. Степанюк, давай, брат. Давай. Ну, бляха. Выбить, выбить, выбить. Фух. Ёбушки-воробушки. Сейчас бы как дал. Нет, ну, пожалуйста. Ну, нет. Уисенка. Красавчик. Просто красавчик. Давай, забегай. Ну, все, помчали. Второй дополнительный. Офсайд. Нет. Выбить. Тихо. Последние 8 минут перестраились. Все в атаку. Терять нечего. Помчали. Хотя бы по пенальти сейчас попробовать. Давай. Хорошо. Выбил. 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 Пошли. 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 Давай туда. Давай. Цита. Вот. Вот. Да, блядь, вот же. В итоге остаемся мы без кубка. Но, в принципе, ребятки, давайте смотреть на это более положительно. Ну, типа, минус один турнир, больше сил будет для Еврокубков. Больше для чемпионата сил будет. Поэтому, в принципе, огорчаться не надо. Мы, соответственно, в турнирной таблице УПЛ-очки идем. Мы идем вторные в турнирной таблице. И, в принципе, это хорошо. Ну, что же, уважаемые. На этом мы, в принципе, будем и заканчивать. Следующий у нас тур будет против Львова. В следующей серии уже Лига Европы. Мы играем против московского ЦСКА, на секундочку. Поэтому, в принципе, чем больше вы прожмете быстрее Лукасов, тем быстрее выйдет следующая серия. Поэтому, две соточки Лукасов под этот выпуск. Сяду сразу готовить новый выпуск. Поэтому, всем огромнейшая благодарочка за просмотр. С вами был, как обычно, Илья. Не огорчайтесь. Все будет пушечка.